В исправительной колонии номер 10 в поселке Горное есть собственные вести. Осужденные сами готовят еженедельные выпуски новостей, которые выходят по внутреннему кабельному телевидению каждый вторник. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире новости К10. С вами их ведущая корреспондент Реснянская Наталья. Строгого хронометража нет. За время эфира надо успеть рассказать последние новости колонии и осветить важные внутренние инфоповоды. За несколько лет уже создана своя редколлегия, которая согласовывает сюжеты и придумывает проекты. А ведущей новостей может стать любое отбывающее наказание, так же как оператором и монтажером. Так, например, в одном из выпусков телеведущая Наталья рассказала о подготовке осужденных ко дню легкой промышленности, какие будут костюмы и декорации. А теперь мы находимся с вами в отряде номер 2. И давайте узнаем, что за картина у них и какие декорации они подготовили. Здравствуйте. Можете немного рассказать, почему именно такая декорация, что вообще у вас за сцена и кто делал? В сюжетах есть все, что нужно. Синхроны, лайфы, стендапы и закадровый текст. Также на плацу проходят репетиции общего танца. В этом году наши модели будут танцевать прекрасный и довольно-таки сложный танец кадриль. Отметим, что журналист достаточно профессионально берет интервью и постоянно взаимодействует с героем. В сюжете про открытие нового цеха в колонии, в котором делают рыбацкие сети, корреспондент была на месте событий и все показывала и рассказывала зрителям сама. Как вы поняли, прежде чем снять про что-то новости, я пробую это все сама. Ремонты в клубе, РПЦ, все это, да, я все это знаю, я везде там была. Перед работой мы надеваем желательные перчатки, потому что веревки очень такие тугие, узелки должны быть тугие. Смотрите, тут тоже все не так просто. Мы отчитываем шесть окошечек от шва. Так, раз, два, три, четыре. Материалы специфические, но, как и на воле, актуальные. Вы посмотрите, сколько интересного происходит на работе, а на втором этаже находится швейное производство. Там тоже очень интересно. До свидания. Вот такое оно телевидение особого режима. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.